Добро пожаловать на первое прохождение немецкой ролевой игры BlackGuard. На, мы не можем потусить трактирчики, вот это прекрасно. Что-нибудь новое узнал? Что я могу продать тебе, дружище? Ну, это, так понимаю, сюжетная вещь, и продавать ее, наверное, не стоит. Ну, тесаком у меня, кроме гнома, никто пользоваться не сможет, все равно надо продавать. Посохов нет. Стоит ли продавать болты, смотря сколько они весят, весят они немного, так что нет. Стоит взять пояс, я так понимаю, либо взять гному шляпу. Кстати, стрелы у нас относятся, интересно, к какому урону. От магии копим полющий, режущий, ударный, полющий урон. Наверное, пояс возьмем. 15 АЗ, 20 АЗ. А, стоп, я могу положить сумку в эту штуку. Я не очень понимаю, что можно будет с ним сделать. Но я могу доносить его с собой. Давайте попробуем заюзать в бою, посмотрим, что произойдет. Пока не очень представляю. Сейчас, в момент, кое-что хочу проверить. Так. Хорошо. Товарищ гноморец. Так. Хорошо. Товарищ гноморец. Возьмите, пожалуйста, зелье побольше. Бинтами кто-то у нас там пользоваться умел, вроде. Этот парень. Хорошо. Здесь. Мне надо хотя бы шанс попадания, тогда моим основным, а я заклятие, качать. Качать его очень дорого. Возможно, мы сможем прокачать что-то из тат. Храбрый ситуит с этим сложением. А для этого сложение тоже нужно. Так. Стоп. Да. При этом. Такие все бонусы, на самом деле. С этой штуки. Нет, не хочу сохранить изменения. Хочу сейчас проверить, насколько поменяется шанс попадания, если я прокачаю. Таким образом. Попадание зависит от телосложения. Допустим. Стат зависит от. Ну. Попадание зависит от телосложения. На данный момент шанс попадания первым уровнем 67%. Мы берем. Прокачиваем телосложения. Так. Хочу сохранить изменения. И он стал. 74%. Что, кстати, весьма неплохо. Что, кстати, весьма неплохо. Что, весьма неплохо. Как насчет Лениного Шока. Ну, у него шанс стал поприятней. Наверное, да, стоило немножко поднять тело. Эту алмагу тоже надо сразу прокачивать. На шанс попадания. Мудрая с ловкость рук телосложения. Так. Будем ли мы качать ему лечение? Наверное, да. Наверное, да. Поиск Лавуш кому нахрен не нужен. Продолжение следует. Да, я хочу сохранить. Так, гном. Можно ему повысить зачем-то харизму. С учетом того, что он не основной персонаж. Так, но из интереса я хочу ему прокачать вот это. Теперь он должен обнаруживать ловушки гораздо проще. Вот эту вещь тоже ему надо понемногу качать. Так, стоп, а выйти из города, а вот. Блин, идти сразу и рисковать. Нет, давайте. Сейчас раз отдохнет. Нет, давайте. В некоторых местах вы можете встретить учителей, которые охотно поделятся своими знаниями. Они могут научить вас новым заклинаниям и дать новые особые умения. Некоторые горожане могут проучить вам задания. Говорите с ними, чтобы взяться за побочное задание. Целитель у них есть, трактирщик. Походу, эльфийка. И сколько денег она берет? Несколько. Крайне интересная механика. Ладно, в общем, гному нужно накопить 500 опыта, тогда я смогу его прокачать дальше. Или она не может там обучать, не очень понятно. Барышня, а чего вы можете обучить? И пока так я не понял. А, вот она может уклонений научить. Ага, ага, я понял. Так, в общем... В общем, что, заклятьем она не учит. Вот, видимо, три науки, которым она обучает. Или вот они, красными, отмечены, скорее всего. Ловушки, проницательность. Стрельба. Хм. Ну, вообще, ничего шибко-полезного я пока не вижу, разве что для гнома. Стоит эту вот ветку прокачать, наверное. Стоит эту вот ветку, наверное. Возможно. О, или вот эту. Смотрим, что есть у торговцев. Да. Смотрим. Да. Субтитры создавал DimaTorzok В лесу завелся тролль, что-то я не считаю это сильно подходящим квестом для меня Давайте для начала посмотрим, что у него есть на продажу У него есть капюшоны Защищают от обычного урона Я даже не знаю, кто выяс наносит животное, судя по всему Из пояс Я, кстати, возможно, пригодится метательные ножи Вот это полезная вещь Так у меня практически все юниты умеют им пользоваться Провиант Провиант надо купить, конечно Думаю, что лук из стрелы я сейчас буду продавать Потому что бабок особо нет Думаю, что лук из стрелы я сейчас буду продавать Стоит ли двум огнемагам пойти в лес с огнеопасным газом? Это интересно Так, стоп, восемь серебра у нее стоит комната А эта хрень стоит в два раза дешевле Чуть-чуть странная политика Для игры Хорошо, осталось только один юний, с которым мы не разговаривали Давайте дадим ему одну миняшку У меня столько есть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что за поля боя? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Угу Ну, похоже, да, но надо идти на поля боя И уже потом к троллю Угу 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 Это хреновая позиция С учетом того, что он два стрелка Не пойму, с чем тот парень Вообще неплохо бы гномом, конечно, пробиться в ближний бой Угу 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 ошибка, беда. Так, ну что, гном дошел до лучника. Я думаю, он один-два их сейчас спокойно размотает. В принципе, вот этого парня можно сейчас просто побегать. Неприятно, гнома ранили. Очередная магическая ошибка. Ах, вот как делается двойная перебежка. Будем знать. А, двойная перебежка делается только за спринтат. Извиняюсь. Не очень мне нравится, что он вам захватал по лицу. Да, мне пора больше что-нибудь установить в этой жизни. Но, блин, я не знаю. Этот местный рандомайзер очередной, когда шанс более 60% надо в три раза подряд запорвать заклять. Но это как-то странно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, он делает это именно как спринт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Победа. Да, видимо, я в местной системе прокачки пока не так, чтобы очень разобрался, потому что этот чувак с там чуть ли не рандомно раскиданными статами имеет процент падания гораздо лучше, чем у меня. Был наконец-то щит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, он дает два парирования и снижает атаку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дает три парирования, не снижает инициативу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрим, копьё, кто у меня им владеет. Никто. Я вас понял. По старту относятся к вручным мячам. Опять же, забейте. Опять же, забейте. Паррежизлым. Копьем. Можно, конечно, отдать ему, но смысла не вижу особо. Птицы здесь, конечно, заливаются. Это просто что-то. Так я не понял, почему эту хрень можно класть в инвентарь и зачем это нужно. Но пусть лежит место, она не занимает вроде. Этому персонажу нужна скорее мана. Так. Отдых. Смотрим, могу ли я своему основному магу что-то прокачать в этой жизни. Видим. Нет. Я не понимаю, что с основными тестатами мудрости, интуиции и харизмы. Хоть одно. Хоть одно с такими есть. А вот есть лечение. То есть, основные показатели мага, они... Они именно для защитных заплятий. Хорошо. Нам надо дойти до рекоря. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Яд интересная вещь, но сейчас не до него Бравиант надо забрать Капюшона даже не знаю Пояс точно нужен Путинца здесь нет Мы прощаемся фразой шалом Чего-то я о Жорике не знал Давайте попробуем дать ему еще денежку посмотреть Нет, ничего особо полезного я не увидел Хорошо, пойдем дальше Если мне еще придется с Огром дараться, как бы я на этом не закончился Субтитры создавал DimaTorzok Такая период, конечно, деревянненький немного об этом, в принципе, мне рассказывали Напасть на лесного тролля Ну давайте Нам еще и в болотах Это не тролль, это мент Эти штуки вроде как гореть должны, я так понимаю Надо замоить его туда Ну тролль так тролль, боже мой Что бы нет Давайте реально подманим его Сейчас все лужи, кстати, еще скорость ходьбы уменьшают Ага, тут типа где-то рядом ловушки, что ли, раз он Просто этот навык сработал Ох ты же, ё Что-то мне расхотелось Что-то мне расхотелось с ним выевать Ё-парно-театр Какой он, сука, большой Я не знаю, можно ли я у езды клинаниям и его подпалить Пробуем для начала обычным А, газ насквозь Подрывается О, нормально 101 урона зашло чуваку Вот это хорошо прям Это от души Заклятие не сработало Это не от души Он такой бронеровенький, я смотрю О, нормально Так, ну, мы получили какой-то странный мусор Вопрос, что с ним делать Давайте посмотрим его в инвентаре Сильно снижает инициативу и парирование При этом дает мудрости восстанавливает статы По местной мерке, я так понимаю, это круто Сейчас единственную вещь проверим Так, прокачка мудрости сейчас стоит 410 Если я надеваю посох Если я надеваю посох Все так же 410 Это хорошая игра В ней это продумано Я доволен Осохому, точнее факел Кому, в принципе, это вообще не нужен ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно, я так понимаю, качать силу А то скоро я уже носить ничего не смогу Не очень-то много Что за менто нам дали опыта Сделать как бы чего-нибудь посущественнее Так, хорошо, какой у нас теперь шанс попадания? 7165 А, нет, мудрости не зависят Эти статы Здрасте, приехали Я, по-моему, ничего нового Он мне не расскажет Но за 3 монетки я его отдавать точно не хочу Стоит, наверное, купить яд на будущее Может пригодиться Да-да, шалом Так, забыл здесь пояс Нашему другу Что ему нужно, мана или хп Наверное, мана Раз уж он маг все-таки Ну что ж, пойдем Дальше по сюжетке, наверное Ну что ж, пойдем на А вот эти ребята Именно надо пообщаться Давайте начнем с торговца Давайте начнем с торговца Он предлагает сер Такой себе Провиант я пока покупать не буду Хватает вроде Но нагрудник надо будет накопить Наверное Либо хотя бы купить шляпы Всем своим юнитам Хорошо что есть кузнеца Так Нормалец стоит у него Чисто нереально больших денег У меня такое ощущение Что у этого парня ценники подзавышены Да мага наверное здесь Делать новичкам не стоит Потому что в частности оружие Трудно найти на мага То есть на данный момент Посохи мы можем находить Только по квестам Наверное не стоит смеяться над ворфами Делать новичкам 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 Продолжение следует... 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 А, эти ребята типа и не собираются на меня нападать, я вас понял... Давайте осмотримся... А, кусты мешают моему обзору... То есть, таким образом... Продолжение следует... Нам надо сменить позицию... Но обезьяна так не хотят на меня нападать... По-прежнему... По-прежнему не могу нифига делать... Так, дружище... Так, дружище, что насчет тебя... Ну что-то... Ну что-то наверняка может лбануть... Инферналочкой... Да, еще как можешь... Ну что, ребят... Да, уже они стоят... А, я дурак, кстати... По привычке... С Вархаммера зажал пробел... Чтоб траву убрать... Блин, ну надо пытаться... Уехать, сейчас будет зарядить... То есть, даже первого уровня... Ну как бы... Давай, дружище, попади... Красавец... Так, вроде удалось траву пожечь... Вопрос на сколько быстро оно разгорается... Я не знаю... Так, так я ударю четверых... Так я ударю... Троих... Давайте ударю четверых... Не удалось... Угу, трава горит, да... здесь болотистая местность я сразу и не понял так секунду сколько хп у этого товарища 4 хватит самого обычного заклятия теперь выбегаем касту и монферну одну из обезьян добили теперь пошли потери по здоровью ого ого копьё сносит хотя с другой стороны что я как бы мелочусь все равно придется после этого боя восстанавливать статы а Вообще игра пока очень вдохновляет Мне она нравится С своей классической атмосферой Печера дракона Блин, нет, ребят, не хочу Печера дракона